Всем привет! С вами Илья Соколов и это рубрика Афиша! Новогодние праздники и каникулы закончились, но зима продолжается и в выходные мы все так же можем гулять, веселиться и, например, ходить в зоопарки. Вот про них я вам сегодня и расскажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Новые вольеры находятся на улице. Всех животных можно гладить и кормить, а некоторых даже брать на руки. В выходные дни зоопарк работает до 8 часов вечера, а если в 11 или в 5 часов вы приедете в зоопарк, то сможете покататься и на оленей упряжке и познакомиться с оленихой кометой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы бываете на проспекте Кирова? Иногда там можно встретить настоящего льва или тигра. Но вы не бойтесь, они никого не кусают. Они живут в зоопарке в таком центре. Их выводят на прогулку на поводке. В этом зоопарке живет много диких животных, таких как лев, лиса, волк, медведь, рысь и ягуары. А еще там есть забавные обезьянки и пеликан. Эти животные хоть и дикие, но еще молодые и с рождения привыкли к людям. Поэтому вместе с родителями и сотрудниками зоопарка мы сможем с ними пообщаться, покормить их и сфотографироваться с ними. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Саратове появилось довольно много постоянных зоопарков, которые можно посетить в любой день. Но к нам все равно приезжают и другие необычные звери. В Ленинском районе до 22 января гостит одна контактная выставка животных. Там много разных пушистиков. Например, там есть кролики, зайцы, гиганты, малыши, хорячки, а еще белки, лисы, мартышки, павлин и красивые паугаи Ара. Таких в Саратове не найдешь. Поэтому и нам с вами, и нашим родителям будет интересно посетить выставку и познакомиться с этими животными. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наблюдать за животными всегда так интересно, особенно если они миленькие и пушистые. С билетом можно находиться в зоопарке сколько угодно и получить кучу положительных эмоций. Так что отправляйте все с семьей. А я прощаюсь с вами на следующей неделе и говорю вам пока-пока, скоро увидимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА